В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Благотворительный бал – формат знакомой подреволюционной России. Сегодня в Челябинске возрождает фонд Андрюша Юлии и Константина Жаботинских. Вечерний дресс-код – изысканные угощения. Среди гостей влиятельные, а главное неравнодушные политики, общественники, бизнесмены. Это такой новый формат мероприятий, который мы проводим в Челябинске. И по нашему опыту он уже полюбился гостям нашего города. Это светские камерные вечера, где непременным атрибутом является высокое искусство и благотворительная направленность. Прошлый салон у нас прошел с участием Ольги Кобой и Нины Шацкой. Они представляли литературно-музыкальный спектакль. А в этот раз во втором музыкальном благотворительном салоне у нас принимает участие гость, народный артист России Юрий Розун. Это всемирно известный пианист, большой друг детского фонда Андрюша. Он очень много гастролирует по миру. И он также является благотворителем, руководителем своего собственного фонда в поддержку одаренных детей. ЕФО фонд собирает детей по всей России, из всех глубинок и поддерживает. И также вот наши ребята из фонда Андрюша являются его подопечными. Ребенок будет первым и на пути вверх, и на пути вниз. Если его не направить, если его не вдохновить, если его не удушевить творчеством, он начинает вдохновляться разрушением. И саморазрушением в первую очередь. Поэтому роль взрослых велика, и поэтому, когда человек вдруг понимает, что он помогает, в общем-то, будущему нашей культуры, и в этом будущем ему самому жить, и потом он видит результаты, это не сразу результаты. Это не то, что ты купил, скажем, компьютеры или игры и привез в детский дом. И видно сразу, дети рады и счастливы. Нет, это на многие годы. Но потом он видит, какой он сделал вклад. Ну вот сейчас один из наших стипендиатов, бывших, получил Грэмми. Это Даниил Трифонов. Представляете себе, как гордятся те люди, которые его в свое время поддерживали. А недавно мне позвонил один мой тоже меценат, которого я привлек к этому. И он поддерживал слепого мальчика, слепого пианиста, Олега Акуратова, который сейчас уже становится очень известным. И он мне сказал, что... Ты знаешь, я попал на фестиваль джазовый, где я увидел своего питомца, своего Олега. Несколько лет спустя. А я, говорит, так был счастлив, что в моей жизни был этот период. Я помог этому потрясающе одаренному человеку. Музыкальные шедевры Бетховена, Рахманинова, Шопена, Чайковского и других великих композиторов в исполнении народного артиста России Юрия Розума в этот вечер дополнили лучшие вокалисты фонда Андрюша, студенты московских и челябинских творческих вузов. Мне интересно послушать тех звездочек фонда Андрюша, правда, уже выросших звездочек, которые сегодня учатся и в Москве, и в Челябинске, среди которых, я уверен, есть будущий Монсеррат Кабальея и Анна Нетрепки. И все это благодаря, конечно, вот той работе колоссальной, фантастической, которую Юлия Жаботинская, Костя Жаботинский проводят. Я, конечно, призываю просто всех, кто смотрит вашу программу, обратить внимание на те культурные события, которые они привозят в город Челябинск, по возможности принимать в них участие и наслаждаться той высокой культурой, которую они сюда везут, и при этом принимать участие в замечательных благотворительных акциях, которые направлены на детей. Фонд Андрюша уже стал визитной карточкой города Челябинска, потому что это образец того, как нужно заниматься благотворительностью. Она не просто умная, она не просто красивая, эта благотворительность, она и очень изящная, потому что здесь сразу несколько целей преследуется. Мы не только помогаем детям, мы получаем очень красивые мероприятия в нашем городе, которые доставляют массу удовольствия, на которые всегда приятно приходить, видеть здесь знакомые лица и помогать детям. По традиции, средства, собранные на благотворительном салоне, идут на организацию премии «Андрюша» для юных талантов в сфере искусства. В этом году она состоится 20 апреля в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки. Это «Бьюти Тайм». Далее о выпуске «Модная тема». Сегодня речь пойдет об уникальных тканях, дизайнерском вдохновении и индивидуальном заказе. Люди старшего поколения раньше заказывали одежду в ателье, поскольку не могли найти в магазинах что-то достойное своего вкуса или подходящее по размеру. Сегодня к индивидуальному пошиву обращаются в поисках эксклюзивности. В высококачественном исполнении такие вещи имеют право называться от кутюр, что дословно переводится как «высокое шитье». В этом процессе случайных людей не бывает, поэтому изначально Мэри очень творческая натура. В силу возраста она открыта экспериментом, то есть она пробует себя в одной роли, в другой роли. И сейчас ей это возможно, доступно. Самое главное, ей это очень интересно, и поэтому это очень получаются такие яркие образы и смелые, динамичные. Современные поклонницы индивидуального дизайна обычно начинают с заказа свадебного или выпускного платья. Это как раз тот случай, когда требуется нечто по-настоящему эксклюзивное. Клиент может поучаствовать в роли дизайнера. Благодаря нашему многолетнему опыту мы можем отбросить какие-то ненужные детали, посоветовать именно то, что необходимо вашей фигуре, вашей личности. Когда увидели эту ткань, мы поняли, что это именно наша ткань, и действительно это будет вещь от кутюр. Ткань мы подбирали под каталогу, подобрали вот именно такого кружева в нюдовых оттенках. Там совмещена шерсть, бусины, сетка. Да, она такая смелая, красивая, интересная, много всего в этой ткани намешано, но, тем не менее, она имеет такой пастельный оттенок, нюдовый, что ее, в общем-то, в целом успокаивает. Помимо особого случая или знакового события, вдохновить на новый заказ могут модные показы или фотосессии в журналах, а в некоторых случаях клиенты обращаются, чтобы соединить в комплекты уже имеющиеся предметы гардероба. Ты постоянно находишься в этом процессе, и ты не можешь уже как-то иначе мыслить и видеть что-то. Мода меняется, и меняется в ней все, и конструктивные детали, и конструктивные прибавки. И за вот красивой картинкой стоит сложный технологический творческий процесс. Сегодня индивидуальный заказ связан с высокой модой, а единичный экземпляр – это уже необходимость, а возможность. Команда Ателье, с одной стороны, создает качественные вещи, которые остаются вне моды и готовы прослужить не один сезон. С другой стороны, выступает трендсеттером и помогает адаптировать современные линии и фактуры в базовый гардероб. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Тысяча модных тканей для вас в салоне европейских тканей «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкино-32. Бульяна Бережунина и Fading Project при поддержке Челябинской филармонии представляют Большой экспериментальный концерт «Электрические сны». 5 апреля. Конгресс на выставочный холл. Ленина, 35. Живая энергия, импровизация и электронное звучание. Билеты в городских зрелищных кассах и на сайте кассы.ру Фестиваль «Платья города» в этом году – это масса неожиданных открытий. Новые имена дизайнеров, новые коллекции уже известных авторов, а также известные люди в непривычных образах. И это далеко не все, чем удивляли организаторы. Подробности прямо сейчас. Дефиле под живую музыку – так в этом году решили организаторы фестиваля моды «Платья города». Коллекции дизайнеров-участников представляют под произведения классической музыки, а также кавер-версии популярных песен. Традиционный выход VIP-персон состоялся под знаменитое палладио Карла Дженкинса в исполнении камерного оркестра «Классика». Ну, эмоции, скажем так, необычные для меня в новинку, потому что я до этого раньше никогда не дефилировал на подиум, в качестве модели не выходил. Я сегодня буду представлять одежду российских дизайнеров – это «Каратамба» и «Блэкстар». Ну, ощущения на самом деле необычные, не хватает галстука, не хватает моего делового стиля, но прям по одежде я чувствую себя более раскрепощенным. Все-таки одежда очень сильно влияет, оказывается, на поведение человека. Среди участников VIP-дефиле – министр, сенатор, общественный деятель, врач, тренер, спортсмен, бизнес-леди и журналисты. Наряды на выход им создавали модельеры, стилисты и даже театральные костюмеры. Рекордное количество VIP-персон в этом году одевались в доме моды «Фортуна». Это праздник дизайнеров, которые свои работы выставляют. Нам нравится хулиганить, потому что те люди, которые VIP-персоны, они все равно привыкли в каких-то рамках своих. Но здесь мы всегда обязательно от дресс-кода отходим, мы уговариваем, но тенденции обязательно сохраняем, чтобы это было стильно, чтобы это было красиво и чтобы нравилось нашему клиенту. Это конкурс молодых дизайнеров. Это как бы основа, они будущие портные, будущие дизайнеры. Это такое уже светское и знаковое такое мероприятие. Считайте, ну почти 20 лет уже оно проходит и проходит всегда настолько хорошо, и оно любимо нашими горожанами. Ну и вообще как бы собираются красивые люди в швейном деле. Основная программа фестиваля в трех частях. Российские дизайнеры показали свои работы в номинациях «Единичное изделие», «Перспектива» коллекции молодых авторов, а также номинация «Профи» работы известных модельеров и домов моды. В моей коллекции обслеживается тема зимы, то есть это колоссия на зимнем поле, это тема дороги, и также присутствует тема светской жизни утраченной. Это, например, у меня есть платье с рисунком серебряной люстры, которая символизирует блеск светских баллов. Сегодня участвую в двух номинациях, это «Единичное изделие» и «Коллекция». Коллекция будет летняя, фреш, то есть представим варианты купальников, блуз, брюк, то, что будет актуально в этом сезоне. Фестиваль «Платье города» рассматривается дизайнерами не только как конкурсная площадка, а еще и как возможность заявить и напомнить о себе и своем творчестве. Именно поэтому модельеры участвуют в «Платье города» не по одному разу. В их числе дизайнер Вита Рева. Работаем очень давно, шьем меха, кожу, занимаемся индивидуальным пошивом. У нас свое ателье. В «Платье города» участвуем третий раз, нам очень нравится. У нас проходит это на высшем уровне. Изысканное сочетание золотого с синим, нежного кружева с шифоном, «Стразы, цветы и перья» – именно так выглядит конкурсная работа Виты Ревы. Каждое платье по-своему очень интересное, с переходом цвета, от темного к светлому. Коллекция называется «История любви». Самыми впечатляющими в номинации «Профи» оказались коллекции Анастасии Тролль из Москвы, Марии Варламовой из Екатеринбурга, а также Виктории Шкульник и Марины Фомичевой. Клиентки и поклонницы этих дизайнеров смогли увидеть самые свежие работы любимых модельеров. Их видение весеннелетнего сезона 2018 года. Это Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда ждешь тепла и лето, а погода этому никак не хочет соответствовать, самое время заняться летним гардеробом. И пусть носить его придется не раньше, чем через месяц, зато поднять себе настроение можно здесь и сейчас. В нашей подборке представлены комплекты, которые объединяет светлый, приятный, летний и голубой оттенок, который так идет российским женщинам с их, то есть нашей, неконтрастной внешностью. Деним светлого оттенка – это и тренд, и классика, и просто оптимальное решение для теплого сезона. В нашем случае это джинсовая куртка лаконичного кроя, которое дополняет белое кружевное платье. Расслабленный спортивный образ эффектно дополняет трикотажный топ с сюжетным принтом. Он же с классическими брюками длиной 7,8 создает стиль кэжуал. Цветочный принт в бело-голубых оттенках выглядит нежно и трогательно, при условии, что это правильный белый и правильный голубой. С точки зрения официальной моды главным синим оттенком сезона провозглашен Little Boy Blue. В нашей подборке он представлен в модели Бриджей. Знакомство с летними коллекциями не стоит откладывать на завтра. В нашем регионе лето может настать внезапно, и к этому надо быть готовой. Трехдневный курс похудения без диет и тренировок. Три мощные аппаратные технологии для безупречной фигуры всего за 4,5 тысячи рублей в медицинском центре наука красоты. 77 88 177. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266 400. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Еще больше новостей о красивой жизни, анонсы модных событий и все сюжеты «Бьюти Тайм» на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова